Баллистический тот, который, знаешь, как из-за рогатки. Чик, выстрелил, а она полетела. Опытный боксер должен уметь бить и баллистический, и не баллистический. Рыбаков, да, 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 они у него летят, как из пулемета. Главная, основная проблема в том, чтобы в конце это и успел сжать руки. Когда его стали заставлять, иди вперед, Слава, бей вперед, бей вперед, он стал падать. Что я могу сказать? Великие люди. Ну, я персонально тренировался, и знаю, как Олег тренировался, потому что Георгий Ильич меня иногда просил, Вась, постой, ты такой цепкий, постой с Олегом в паре, и так далее. Ну, и поэтому прекрасно знаю, как удар ставили. Мне было это интересно, потому что я уже диссертацию занимался скоростесловой подготовкой и как правильно выстроить механику. И как раз Олег был уникальный, испытуемый в данной ситуации, потому что, допустим, как был Олег Кратаев, это был мощь и так далее. А Саша Кошкин тоже. А вот про Кошкина, вы говорите, как-то вот ему удар ставил. Да, а вот опережающее движение таза. Вот это, когда мы поймали, и я Борис Николаевичу говорю, Борис Николаевич, вот это, вы же, у вас, вот она ярко выраженная фаза. Он говорит, да, я учусь, чтобы он тазом крутил больше. Я сразу поймал. Ну, конечно, вот это, дрррр, он тащит все это дело, потом пошла рука. А Кратаев наоборот, ну, потому что здесь два разных типа ударов. Ну, я тоже пишу вот такие, баллистические и небаллистические. Мне как-то кто-то в комментариях писал про баллистические удары, что такое, я вообще не понял. В позиции механики баллистический удар, это вот рогатку берешь, натянул, тык, и камушек полетел. Коррекции по ходу движения нет. Ну, это как, получается, что вот я зарядил, и она полетела. Главная, основная проблема в том, чтобы в конце ты успел сжать руки. Руку. Вот Рыбаков так бил, тот самый. То есть, получается, я создаю инерцию, расслабляю руку, и куда она уже полетела. Она полетела. Вот, допустим, Кратаев, у него мощный верхний плечевой пояс. Он все время готовит атаку, здесь подготовительный, и бил уже наверняка, наверняка. Попал, попал. И поэтому, и больше того, выражаясь языком физиологическим Николая Саши Брюштина, вот этот небаллистический удар, он как бы удар в сопровождении. Вот он бьет, он проигрывает в начальной скорости. Вот мы потом исследовали, когда стартовая скорость. У баллистических стартовая скорость быстрая, а финальная, как получится, как ты разогнал этот ударник. Значит, и по ходу идет ускоряющая, да? Ну, там определенный тип исследований был. А в небаллистическом стартовое движение не очень быстрое, но финальное очень быстрое на этом отрезке. По времени небаллистический удар, он несколько больше занимает времени. Но с учетом того, что ты его сопровождаешь, ему уж противник отклонился, а ты ему вдогонку, или он переместился, а ты в эту сторону закрутил. И тем более здесь расстояние небольшое, то это оправданно. А рыбаков, вот, да, 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 они у него летят, как из пулемета, понимаете? Ну, надо уметь здесь в этом плане травмы, чтобы не получилось и правильно забинтоваться и прочее. То есть это разное выполнение в начальной стадии удара. Хотя опытный боксер должен уметь бить и баллистические, и небаллистические. Но все равно, поскольку это связано с нейромышечным аппаратом, у одного приоритет заставить Каратаеву бить вот эти вот, ну, не заставишь. А заставить Петю... Ну, заставишь, но просто испортишь боксер. Да, то есть, поэтому и вступает в силу вот этого закона индивидуализации. Тоже Слава Лебешев. Когда его стали заставлять, иди вперед, Слава, бей вперед, бей вперед, он стал падать. Перешел в полутяжелый вес. А когда он поехал на Олимпиаду в Мюрхен, тук, навстречу, он бил навстречу. И все думали, что он нокаутер, а он не нокаутер, он как раз был искусный такой боксер с ударом. Лев Марков Сагалыч его так и ставил, потому что их там три брата трегеровались у него. Старшие были крепкие такие, а вот был такой вот. И он его как журавлик трегеровал, да еще он вот такого роста. Вот поэтому вот эта фаза опережающего движения, тоже она была как бы для него как раз спасением. Это Лев Марков Сагалыч чувствовал по практике, по своей. Так же, как Борис Николаевич по практике чувствовал. Когда вот я с ним разговаривал, Борис Николаевич, а вот у вас эта фаза, он говорит, Вася, ты ученый, ты все понимаешь, ты правильно понимаешь, напишешь, мы там с ним общую статью готовили. Я подпишусь под всеми твоими словами, ты все видишь правильно. А когда я его спрашивал до этого, Борис Николаевич, ну как вот это? Он говорит, Вася, я не могу тебе это объяснить, иди и смотри. Ну потому что он это чисто на уровне практического, через ощущения вышившие, через лапы. А, Саша, давай, это подкрути, это подкрути, вот это вот подкрути, все. Так что, вот. Ну, что я могу сказать, великие люди. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.